Митрополит Курганский Белозерский Иосиф отметил день своего теза именинства на Страстной неделе. Накануне вечером в Александроневском кафедральном соборе города Кургана владыка совершил Великую Вечернюю и Утреннюю. А на следующий день в собор прибыли священнослужители из разных уголков Курганской епархии. Подробнее о событии в следующем материале наших коллег. В Великий Понедельник церковь вспоминает одного из 12 сыновей Ветхозаветного Патриарха Иакова, святого праведного праотца Иосифа Прекрасного, который многими чертами своей жизни прообразовал страдания, погребения и прославления Христа Спасителя. 39 лет назад владыка Иосиф получил имя этого святого в своем монашеском постриге. В этот день митрополит Иосиф совершил в соборе божественную литургию прежде священных даров. Ему сослужили епископ Шадринский и Далматовский Владимир и духовенство, прибывшие из разных приходов епархии, чтобы молитвенно разделить с владыкой празднование дня его тезаименитства. На малом входе за усердное служение Церкви Христовой к празднику Святой Пасхи клирики епархии были удостоены патриарших иерархических наград. Аксио! 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 Особенно проникновенно звучал в этот праздничный для владыки Иосифа день хор Богоявленского собора. Молитва моя! По окончании богослужения преосвященнейший епископ Владимир обратился к митрополиту Иосифу со словами поздравления. Позвольте в этот благословенный для вас день молитвенно пожелать вам доброго здравия во всем благое поспешение, изобилие плодов земных и небесных, и чтобы Господь ущедрил вас своей благодатью и по молитвам вашего небесного покровителя благословлял ваши труды во славу Курганской епархии и во славу нашего Отечества. От лица духовенства епархии и всех присутствовавших на богослужении митрополит Иосифа поздравил с Днем Ангела благочинный западного округа протеерей Михаил Артемов. Позвольте, Владыка, в этот святой и памятный для всех нас день пожелать вам крепкого здоровья, всеукрепляющей помощи Божией, чтобы покров Царицы Небесной, которая помогает вам на протяжении всей вашей земной жизни, не оставлял вас, а через ваши молитвы и касался бы и нас, недостойных и грешных сослужителей вашей. Поблагодарив всех, кто пришел в этот день разделить радость общей молитвы, Владыка рассказал о святом праведном Иосифе Прекрасном, о том, что жизнь этого угодника Божия – живое напоминание об учении Христовым, о том, что Спаситель учит нас любви к ближнему, терпению и всепрощению. Удивительна жизнь святого праведного правоца Иосифа Прекрасного. Кем он был предан и продан? Родными братьям. Как потом он поступил с ними? Когда голод настал по вселенной? Когда единственная возможность выжить для них была это отправиться в Египет и там просить пшеницы у кого? У того, кого они однажды продали, кого они отверглись, и у него они просили этой помощи, эту помощь получили. Множество цветов было преподнесено Владыке Иосифу в день его тезаименитства от духовенства, сотрудников епархии, прихожан. Пожелания здоровья, долголетия и помощи Божией в трудах вновь и вновь звучали в адрес высокопресвященнейшего архипастыря. Наталья Шуплицова, Сергей Касьянов, пресс-центр Курганской епархии, для телеканала «Союз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова